МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний эфир продолжим вместе с нашим гостем. Рада представить вам главного хармейстера театра оперы и балета Виталия Полонского. Доброе утро. Доброе утро. В начале следующей недели, 18 сентября, в театре состоится концертное исполнение оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Почему именно это произведение было выбрано? Ну, могу сказать, что это достаточно сложная такая партитура, и не каждый театр может себе позволить исполнить эту музыку. Но наш театр на сегодняшний день имеет все ресурсы для того, чтобы сделать этот проект. Так как я являюсь хармейстером внутри этой постановки, могу сказать, что на сцене окажется 80 человек, потому что персонажей очень много, и как комедия «Дель арта», представленная внутри этой оперы, там будут комики, трагики, чудаки, и даже есть пустоголовые. И все эти роли будет исполнять хор. Что значит концертное исполнение? Концертное исполнение значит, все увидят оркестр на сцене, не в яме, и не увидят декораций. А все остальное будет прекрасная музыка. Но могу сказать, что у нас не просто концертное исполнение, а так называемый semi-stage, то бишь наполовину постановка. Будут использованы элементы костюмов, какие-то аксессуары будут на сцене, и чтобы зрителям было легче воспринимать действия, будет небольшое действие, но не будет декораций, не будет художника по сцене. Мы будем находиться в концертной одежде, но, тем не менее, сюжет достаточно такой закрученный, но будет все понятно. Несколько слов о сюжете для тех, кто, может быть, слышит о произведении впервые. О чем он? Что увидит зритель? Зритель увидит борьбу добра и зла, стандартную для оперы. Увидит человеческую глупость, увидит доброту, увидит смекалку. Я не буду рассказывать сюжет, потому что, конечно, если кто-то не знает этой сказки, не знает этой оперы, лучше не заниматься, забыл, как это слово называется, не рассказывать сюжетную линию. Лучше на концерте посмотреть. А кто исполняет сольные партии? Я рад, что задействована практически вся наша труппа, и что для меня, как для хормистера, приятно. Один из артистов хора будет принимать участие как солист. Это Саша Егоров. У него достаточно много сольных партий внутри театра. Но также и наши лучшие силы, это и Борис Рудак будет исполнять, принца, Наташа Буклага, Владимир Тайсаев, Зарина Абаева, Гарри Агаджанян. И относительно Гарри Агаджаняна, я думаю, что он является любимцем публики нашего города. И он будет исполнять две роли. И одна роль будет женская роль. Несмотря на то, что Гарри – бас. А почему такое решение было принято? Это надо задавать вопрос Прокофьеву. А что касается хора, где его еще можно будет услышать, увидеть в ближайшее время? Самое ближайшее время – это если кто-то не купил вовремя билет на 25 сентября в театр, у нас будет сольный концерт 25 сентября, то можете попытать счастье нас услышать в Уфе. Мы 22 числа дадим концерт в рамках Шаляпинского фестиваля в Уфе. Вот. Так что... Я благодарю за такую интересную и очень важную для нас информацию. Напомню, этим утром у нас в гостях был главный хормейстер театра оперы и балета Виталий Полонский. Оставайтесь с нами. Увидимся через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин